Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казанцева. Московские Кремли всегда называли алтарем столицы, иконой в камне, сердцем и душой нашего российского государства. Он является свидетелем множества исторических государственных и церковных событий. И несмотря на разорение в минувшем веке кремлевских храмов и монастырей, в ограждении известных всему миру краснокирпичных стен и ныне хранятся великие святыни русского православия. Здесь когда-то молились благочестивые русские государи, и после долгих лет гонений продолжает возноситься молитва. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию уникальный молитвослов, в котором собраны молитвы, читаемые у цветынь Московского Кремля. Московский Кремль Московский Кремль ежедневно привлекает своей древностью и красотой тысячи людей со всех уголков России и других стран. Здесь сосредоточено множество православных святынь, собирать которые начали еще со времен самого основания Москвы, князем Юрием Долгоруким. Как отмечают издатели, до 1918 года на территории Московского Кремля действовали 31 храм и две монашеских обители, Чудов и Вознесенский монастыри. Но новая безбожная власть, превратившая Кремль в свою резиденцию, приняла решение все их закрыть. Вскоре монастыри и большинство храмов были разрушены, и на 72 года перестало биться духовное сердце Кремля. Перестало возноситься на этом святом месте молитва к Богу. Только сохранившиеся соборы одним своим видом продолжали свидетельствовать о православной вере нашего народа и проповедовать красоту Царства Небесного. Как чудо милости Божией и особое промышление о нашем Отечестве было воспринято православными в воскресении церковной жизни в Кремле. Его духовное сердце ожило и забилось в 1989 году, когда Церковь Христова праздновала 400-летие установления патриаршества на Руси. После архиерейского собора, прославившего первого русского патриарха, святителя Иова, и первого предстоятеля нашей Церкви, после восстановления патриаршества, святителя Тихона, власти разрешили преснопамятному патриарху Пимину с духовенством приехать в Кремль. Произошло это вечером 13 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день под сводами Успенского собора впервые вновь прозвучала церковная молитва. Священство отслужило молебен новопрославленным угодникам Божиим и краткую литию по усопшим предстоятелям Русской Церкви. А год спустя, 23 сентября 1990 года, в Успенском соборе была наконец совершена Божественная Литургия, за которой уже патриарху Алексию II сослужил и возглавляющий нашу церковь сегодня, святейший патриарх Кирилл, в ту пору митрополит Смоленский и Калининградский. После литургии был крестный ход по улице Москвы, первый за годы советской власти, тоже с 1918 года. Люди стояли и плакали, вспоминает об этом крестном ходе к храму Большое Вознесение его настоятель, протопресвятер Владимир Деваков. 28 мая 1991 года церковная молитва зазвучала и в Архангельском соборе Московского Кремля. Патриарх отслужил молебен у гробницы святого великого князя Дмитрия Донского. Впоследствии в этом дивном соборе, посвященном правителям Руси, архистратегу небесных воинств стали служить не только в престольный праздник и Дни памяти святых, но и на Радоницу. В этот день пасхального поминовения усопших святейший владыка служит здесь за упокойную литию у гробниц великих князей и княгинь, царей и цариц, трудами которых собиралось российское государство. Решительным шагом нашего государства навстречу правде Божией стал указ президента возрождающейся России от 18 ноября 1991 года, изданный в ответ на обращение святейшего патриарха Алексея II. Разрешить Московской Патриархии использовать храмы, расположенные на территории Московского Кремля, и храм-покрова Нарву, собор Василия Блаженного, с находящимися в них предметами церковной утвари и обихуда. Год спустя на основании этого указа Министерство культуры России заключило детально разработанное соглашение с Московской Патриархией. С этого времени у музейных служащих и духовенства начали складываться новые доброжелозельные отношения. Много других событий произошло за прошедшие десятилетия, о чем читателям вкратце рассказывают издатели этой книги. Милостью Божий образ священного Кремля продолжает обновляться, словно бы к нему обращены слова псалтири. Обновиться, как у орла юность твоя. Об этом чуде наших дней святейший патриарх Кирилл говорит. «Все, что вы видите, великие соборы, замечательная крепость, огромное мощное государство Россия, все это было создано благословением Божиим под покровом Пречистой Царицы Небесной. И потому сам наш исторический опыт, наша жизнь требует, чтобы никогда более мы не отказывались ни от своей веры, ни от своих святынь, и чтобы Кремль, оставаясь центром государства и центром принятия политических решений в нашей стране, оставался также центром нашей духовной жизни. И когда одно будет соединяться с другим, тогда будет мирной и благополучной наша жизнь». Кремлевский молитвослов, по словам издателей, это долгожданная книга, поскольку православные люди даже в столице, не говоря о регионах, далеко не всегда имеют возможность перенять участие в церковной молитве у святынь Московского Кремля, которая является особо важным государственным объектом. В Кремлевском молитвослове впервые собраны воедино все молитвы, читаемые в течение года на службах у святынь Московского Кремля. Ряд из них, составленных преснопамятным патриархом Алексеем II для употребления за кремлевскими богослужениями, такие как молитва о упокоении строителей и правителей Святой Руси, читаемая на Радонице в Архангельском соборе, публикуется впервые. Задачей, поставленной святейшим патриархом Кириллом при подготовке данного молитвослова, было придать ему образовательный и миссионерский характер. С этой целью в примечаниях раскрывается значение церковнославянских выражений и слов со ссылками на Священное Писание и Отцов Православной Церкви. Набор книги выполнен символами церковнославянского шрифта, имеющими аналоги в русском языке, что призвано облегчить узнавание современным читателям церковных текстов. Молитвослов украшают репродукцией древних икон и фресок, замечательные картины русских художников, изображающие крестные ходы и богомолье в Кремле. В оформлении облушки использованы фрагменты большой государственной печати царства русского образца 1577 года, государственного орла Российской империи с распущенными крыльями образца 1826 года и исторического облика башен Московского Кремля 1654-1935 годов. Издание выполнено в полном цвете с кремлевским церковным дизайном обложки, форзацев и разделов книги, с узорами, подобными внутренним орнаментом на стенах храмов Московского Кремля. Составителем книги является рейсничный патриарши Успенского подворья, собора и храмов Московского Кремля, Протерей и Вячеслав Шестаков, а приобрести книгу в Москве можно в церковных лавках храмов патриаршего подворья в Заряде на улице Варварка. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Я с вами прощаюсь и, как всегда, желаю вам интересного и полезного для душечтения. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok